Одинцовские старшеклассники приступили к сдаче норм ГТО. На центральном стадионе ученики 1, 2, 3 и 4 школ города. К сдаче нормативов ребята готовились. Некоторые успели потренироваться не только на школьном стадионе, но и на Лазутинке. Мы очень сильно усердно готовились. Надеюсь, у нас все получится. Мы получим только призовые места. Нормативы ГТО сдают две возрастные группы – 13-15 лет и 16-17. Основные спортивные тесты – бег на короткие дистанции 60-100 метров, метание снаряда, отжимание у девушек и подтягивание у юношей. Самым сложным этапом является бег на дистанцию в 2 километра. Надо сделать свои усилия, чтобы пробежать 5 кругов целых и чтобы сдать на золотой медаль. Так было всегда. И такие традиции подтягиваются. Бегут 100 метров и потом уже кросс. Потому что после кросса, я думаю, мало кто метнет снаряд на ту дистанцию, на которую нужно. Сдача норм ГТО – дело добровольное. Как отмечают тренеры, ребята рвутся в бой и вступают в нешуточную борьбу за золотые значки. Для выпускников это дополнительные баллы при поступлении в вузы. Для школьников – престиж и уважение. Модно быть сильным и спортивным, говорят ребята, и ставят личные рекорды на турниках. Молодцом! По словам организаторов, в следующую пятницу количество участников увеличится до 11 образовательных учреждений. После сдачи нормативов на улице школьники переместятся в закрытые спортивные комплексы. После сдачи основных тестов мы составляем календарный план график на сдачу дополнительных тестов. Уже будем ездить по школам, договариваться с бассейном, с закрытыми помещениями, где будем принимать оставшиеся нормы. Нормативы ГТО предусмотрены для детей с 6 лет. Это первая из возрастных ступеней. Ребятам постарше, желающим получить золотой значок, необходимо пройти 8 спортивных испытаний. Из них по выбору плавание, бег на лыжах, туристский поход и даже самозащита без оружия. Мария Подъепольская, Леонид Бурдин, телекомпания Одинцова.